Даже выяснилось, что здесь есть определенные вещи, которые остались за кадром. И вот, благодаря вот замечательному Анатолию Веникову, мы в Новосибирске на замечательной конференции познакомились с замечательным, абсолютно замечательным, очень глубоким человеком, тонким музыкантом, композитором, очень таком эрудитом, книжником Константином Казанским. Это тот самый человек, который фактически для нас, ну, сделал Высоцкого. Очень многие песни он просто сделал в музыкальном плане. Если бы не было Кости Казанского, эти песни, конечно бы, звучали совсем по-другому. И, может быть, они не были бы столь известны и так далее. И вот, в принципе, все эти идеи раскапывать эти французские тайны, пришли к нам от общения с Константином Казанским. Значит, тогда вкратце вот я напомню эту французскую историю, как там что происходило. Значит, первая тайная страница, это ее вообще изначально обнаружил такой московский московед Дусь Крятенко, который, значит, в 2004 году бродил по московским блошинам рынкам и нашел пластинку маленькую, значит, сингл с двумя песнями. Ну, одна песня, значит, которая там, песни с кинофильма «Прелести лета» французского, композитор Жак Лусье, автор текста Владимир Высоцкий, и исполняла Марина Владея песню «Восход». Вот. После этого Дусь Крятенко, значит, написал статью «Незнакомый восход», где выдвинул, значит, какую-то такую гипотезу, а не тот ли этот самый Владимир Высоцкий, который мы все знаем. Вот. После этого его выгнали из музея. Ну, его выгнали из музея. Никита не поверил, что это тот самый Владимир Высоцкий. Марину Владею очень долго никто не мог толком спросить, тот ли это или не тот. Но в итоге все-таки она, значит, призналась, что это именно тот самый Владимир Высоцкий. И эта вот песня, значит, теперь в альбоме «Добра» она уже, значит, опубликован скан яблок и конверт этой пластинки. То есть это вроде бы как неотъемлемая часть творческого наследия Высоцкого, но когда, при каких обстоятельствах написано, и где рукопись, это никто ничего, значит, не знает, неизвестно, кроме вот такой пластинки, ничего нет. Вот если будет слышно, если люди хотят, можно... Да, конечно. Конечно, конечно. А вот где-то на граммах? Да. Андрей, а Марина Владея что говорит? Сеглай призналась. Под пытками, током ее. Вкусно, да? Ну, только подергали, признал. Сидите тихо, может быть, что-нибудь услышите. Сидите тихо. Большой каблок надетный, красивый закат, заграждал из галины. Иди, усни, покажи, в тени, а в скорой льду, 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 льду. Иди, усни, покажи, в тени, а в скорой льду, 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 льду.